Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. В этом году половодие на Волге началось раньше. После затяжных холодов установилась очень теплая погода, и снег быстро стаял. Соответственно, в реки поступило много воды за относительно короткий промежуток времени, что привело к быстрому заполнению водохранилищ и началу холостых сбросов. С 12 апреля Жигулевская гидроэлектростанция приступила к холостым сбросам воды в связи с весенним половодием. Сколько тысяч кубометров воды в секунду проходит через гидроузел, и какой паводок ожидается в этом году? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в нашей программе. Я представляю гостя в студии, директор филиала «Русгидро» Жигулевская ГЭС Олег Владимирович Леонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Владимирович, в декабре 2015 года вашему предприятию, очень энергетически значимому предприятию Самарской области, исполнилось 60 лет. Скажите, а что на сегодня из себя представляет ваше предприятие «Жигулевская ГЭС»? Действительно, совсем недавно отметили мы юбилей 60 лет с момента пуска первого гидроагрегата. Для человека 60 лет, наверное, возраст зрелости, скажем так. И для энергетического предприятия 60 лет тоже немаленький возраст. Но нельзя забывать, что все эти 60 лет предприятие не существует в первозданном виде. Оно все время развивается, совершенствуется, реконструируется. Поэтому сегодня «Жигулевская ГЭС» тоже встречает свой юбилей молодым обновленным предприятием. У нас идет большая программа реконструкции. Из 20 гидроагрегатов, которые были пущены 60 лет тому назад, сегодня практически все реконструированы. На сегодняшний день только два агрегата остались теми старыми машинами, которые собрали наши деды уже и отцы. Все остальные агрегаты прошли модернизацию. Это новые современные гидротурбины, новые генераторы. И станция постоянно находится в процессе обновления. Олег Владимирович, прежде чем мы перейдем к нашей заданной сегодня теме, которую мы сегодня анонсировали, я предлагаю ненамного прерваться и посмотреть краткую автобиографическую справку руководителя Олега Владимировича Леонова. Внимание на экран. Олег Владимирович Леонов, директор филиала «Русгидро» «Жигулевская ГЭС». Родился 6 октября 1963 года в городе Рубцовск Алтайского края. Образование высшее, профессиональное. С 1980 по 1985 год обучался в Новосибирском электротехническом институте по специальности «Гидроэлектроэнергетика», квалификация «Инженер Гидроэлектроэнергетик». Трудовую деятельность начал с августа 1985 года мастером турбинного цеха на Токтакульской ГЭС. Занимал должности мастера, затем начальника турбинного цеха Курпрайской ГЭС. С декабря 2003 года назначил главным инженером «Таймыр Энерго» Курейская ГЭС, а через три года возглавил Норильско-Таймырскую энергетическую компанию. С марта 2010 года назначен директором «Жигулевской ГЭС». За время работы, за достигнутые высокие производственные показатели, личный вклад в развитие единой энергетической системы, Олег Владимирович неоднократно был награжден почетными грамотами ГЭС, администрацией «Жигулевской» и «Самарской» Губерской думой. Олег Владимирович, плаводие 2016 года развивается по раннему сценарию. Но вот скажите, в каких условиях и, самое главное, какими главными приоритетами руководствуется «Росгидро» и, как всегда, обеспечение надежного водоснабжения, судоходства, поддержания необходимого качества воды в водохранилищах. Скажите, так ли это? Успокойте население. Я хочу подтвердить, да, в этом году половодие началось значительно раньше обычных сроков. И связано это с тем, что в апреле наступили необычно теплые дни, как на Верхней Волге, так и на Каме. И поэтому паводковая волна приблизительно дней на 10 раньше, чем обычно пришла на гидроэлектростанцию. Хочу сказать, что режим работы Волжских гидроузлов определяет Федеральное агентство водных ресурсов. Они задают расходы для всех гидроэлектростанций Волжско-Камского каскада, определяют порядок сработки и наполнения водохранилищ. И именно эта государственная структура является тем регулирующим органом, который и учитывает интересы всех водопользователей. То есть и речников, и рыбной отрасли, и энергетиков. Именно они, законом возложенным на них обязанностями и функциями, определяют порядок, в том числе и пропуска весеннего паводка. Но можно с уверенностью сказать, что вы к этой ситуации были готовы, вы встретили в штатном режиме. Вот скажите, в какие сроки был произведен осмотр всего необходимого оборудования? Пропуск к половодию является одним из наиболее значимых в разрезе года временных периодов, когда от нас требуется высокая степень готовности. Поэтому подготовка к пропуску половодия начинается еще зимой. В феврале выпускается приказ, создается комиссия по подготовке к пропуску паводка. И станция приступает к выполнению плановых мероприятий, связанных с подготовкой и оборудования, и сооружений. И в начале апреля предпаводковый осмотр сооружений проходит, и полностью готовится как гидромеханическое, так и энергетическое оборудование, чтобы во время паводка все работало бесперебойно и была обеспечена надежная работа всего оборудования. Вот мы это, конечно, обязательно наглядно посмотрим. У нас приготовлен фото- и видеоматериал. И расскажите, что такое холостые сбросы, как они происходят, и от чего, собственно, зависит их объем? Ну, дело в том, что гидротурбинные станции могут пропустить определенный объем воды. При этом в водохранилище может во время паводка поступать гораздо более значительные объемы, которые частично трансформируются в водохранилище и сохраняются для последующей работы, а частично пропускаются через водосливную плотину или донные водосбросы, имеющиеся также у нас на гидроэлектростанции, для того, чтобы обеспечить тот баланс водный, который позволяет уравновесить количество приходящей воды, сохраняемой воды в водохранилище, и излишки сбрасываются мимо гидротурбин в водохранилище, нижележащее наше Саратовское, на котором находится город Самара. Олег Владимирович, сейчас какая ситуация? Охарактеризуйте ее, пожалуйста, на сегодняшний день. Вот если вообще говорить про паводок этого года, нужно сказать, что паводок достаточно большой по объему. Хотя прогнозы были, ну, в общем-то, спокойные, но в связи с тем, что вот это вот половодие на Волге и Каме, как на двух составляющих, вышележащих рукавах, оно совпало по времени, то и в районе Жигулевской ГЭС паводковые расходы были значительные, порядка 30-32 тысяч метров кубических воды в секунду. Но Жигулевская ГЭС приступила, как мы уже говорили, к холостым сбросам с 12 апреля. Ну, это, наверное, один из достаточно ранних сроков. И 20 апреля мы уже сбрасывали объемы воды, превышающие 28 тысяч метров кубических в секунду. И фактически с этими расходами мы проработали до 10 мая. В общем-то, один из самых продолжительных сроков таких масштабных холостых сбросов. Но нужно сказать, что эти объемы не являются чем-то из ряда вон выходящим. Если говорить вот в историю... То есть были ситуации... Были ситуации в 79-м году... Приведите примеры, любопытные, кстати. В 79-м году максимальный зарегистрированный за время эксплуатации Жигулевской ГЭС паводок был. И максимальные приточности составляли 52 тысячи метров кубических. Практически в два раза. А полные сбросы станции составляли 40 тысяч метров кубических в секунду. При том, что в этом году максимально мы делали чуть меньше 32 тысяч. То есть тоже цифры не сопоставимы с сегодняшними. Конечно. И если вообще вот как бы в историческом разрезе 60 лет эксплуатации посмотреть, это где-то четвертый, пятый по размеру паводок, которые станция пропустила за время своего существования. Поэтому говорить о том, что что-то выдающееся там или из ряда вон выходящее происходило в этом году нельзя. Олег Владимирович, а вот чисто простым человеческим языком скажите, пожалуйста, вот вся вот эта нагрузка, связанная, конечно же, с природными явлениями, она все-таки ложится на плечи человека? Человеческий фактор играет в первую очередь? Или все-таки здесь оборудование, мощность именно самой гидроэлектростанции? Либо все в совокупности, конечно? Ну, конечно, все в совокупности. Потому что, ну, никакое оборудование не работает без человека. И в таких масштабах никакой человек без масштабного оборудования ничего не сделает, да. Если мы говорим про гидроэлектростанцию, то там 20 гидроагрегатов, да. Сегодня 17 агрегатов находятся в работе постоянно, 24 часа в сутки. Три агрегата находятся в реконструкции. Это то, о чем я говорил в рамках масштабных тех преобразований, которые происходят на станции. 38 затворов на водосливной плотине. Тоже каждый затвор надо подготовить к работе. Каждый затвор нужно обслуживать. И вот совокупность сложных технических устройств, а также высококвалифицированного персонала, вот оно позволяет нам с уверенностью говорить, что нам по плечу пропустить любой поводок. О персонале мы обязательно о коллективе вашем поговорим попозже. Я хотела сказать о том, что, конечно, безусловно, Куйбышевское водохранилище играет особую роль в обеспечении специального весеннего пропуска воды и низови в Волгах. А вот хотелось бы узнать и поговорить о режимных моментах предприятия. Вот что-то, может быть, особенно интересное. Можете подметить? Ну, если там говорить про режимы работы Жигулевской ГЭС, конечно, очень много вопросов всегда возникает вот именно в паводковый период, вот по максимальным сбросам. В этом году, сами видите, все были там на набережной, у многих дачные участки находятся. Большие объемы сбрасываемой воды, они приводят к подтоплениям. Мы очень плотно взаимодействовали в этом году с МЧС Самарской области. Постоянно у нас налажены взаимные контакты. И был диалог, наверняка, да? Плотный очень диалог. Мы участвовали в том числе в селекторах региональных МЧС для того, чтобы понимать развитие ситуации по Волге, по Каме. И поскольку все-таки у нас как бы Волжско-Камский каскад, то ситуацию не рассматривают в отрыве от других станций каскада. То есть изменение режимов работы Жигулевского гидроузла, она сказывается на нижележащих станциях. Ну и одна из главных задач, которую обеспечивает Жигулевская ГЭС, имея Куйбышевское водохранилище, крупнейшее, кстати, водохранилище Европы, это обеспечение обводнения Волга-Ахтубинской поймы. И если вспомните прошлый год, он был очень маловодным. И много было и в прессе, и на телевидении информации о том, что большие проблемы испытывал Волга-Ахтубинская пойма. В этом году, вот в связи с высокой водностью, все эти проблемы забыты, теперь уже проблема другая, да? Высокие уровни половодия. То есть, Олег Владимирович, я так и предполагаю, что это не представляет или представляет какую-либо опасность при вот сложном прогнозированном, стремительном развитии паводка, когда приток водохранилища достигает максимальных значений. И что самое главное нужно предпринять для того, чтобы испержать этого переполнения? Ну, во-первых, конечно, большое значение имеют правильные прогнозы и правильная разработка стратегии заполнения и сработки водохранилищ. Здесь гидромет играет важную роль, здесь федеральное агентство водных ресурсов определяет все. Ну, а с точки зрения, скажем так, нашей региональной безопасности, в первую очередь нужно все-таки выполнять все требования государственных нормативных документов, законов, положений и так далее. Потому что сегодня все проблемы, которые возникают при пропуске в половодье, они на 99% связаны с тем, что застройка индивидуальная, дачная и так далее, она находится в зонах подтопления. Все хотят ближе к воде, все хотят выйти утром на крыльцо и сразу в воды реки Волга броситься. Но весной за это приходится расплачиваться. Хотя все прекрасно понимают, что... Ну, кстати, вот если говорить про расходы, которые были максимальные у нас приточности в районе 32 тысяч, и максимально мы сбрасывали в районе 32 тысяч. То есть это такой, скажем, некий баланс, который можно сказать, что если бы Жигулевской ГЭС не было, то вот эти отметки воды, которые были сегодня у города Самары, они бы были точно такими же. То есть в естественном своем режиме эти бы 32 тысяч, они бы таким же образом и поступали... И распределялись. Да, и распределялись бы. Олег Владимирович, ну вот все, о чем мы сегодня с вами говорили, может ли это привести все-таки к повышению уровня воды, может ли привести к подтоплению населенных пунктов, вы отчасти сказали, но вот расположенные которые ниже по течению. Ну, уже сегодня, если мы говорим именно о сегодняшнем дне, то Жигулевская ГЭС уже снижает расходы, потому что приточность уже снизилась на сегодняшний день. И выше она уже не будет? Ну, предполагаем, что все-таки вот этих цифр пиковых она уже не достигнет. На сегодняшний день уже 25 тысяч метров кубических приточность в Куйбышевское водохранилище. И мы с 11 мая уже снижаем сбросы постепенно. И далее режим вот тех сбросов 32 тысяч, который, в общем-то, для Самары уже был достаточно напряженным в плане там опасности подтопления жилых территорий. Думаю, что мы на эти цифры все-таки уже не будем выходить. Ну, а просьбы все равно, жители как-то на просьбы откликаетесь, все как-то регулируются этот момент же, верно? Нет, ну, этот момент все-таки мы говорим о том, что не можем мы откликаться на просьбу там индивидуального дачника и так далее. У нас есть государственные структуры, вот то, о чем я говорил, Федеральное агентство водных ресурсов, есть МЧС, ведомство, которое как бы направлено на то, чтобы предотвращать, прогнозировать и так далее. Вот в тесном контакте, работая с ними, нам удалось вот эту достаточно там сложную такую паводковую ситуацию пройти таким образом, чтобы избежать каких-то масштабных ущербов или там переселений жителей из затапливаемых домов. То есть мы прошли как бы по верхней планочке, но достаточно аккуратно. Я потому что недаром задала вам этот вопрос, чтобы было понятно, кому адресовать какие-либо претензии. Ну вот, чтобы было опять же понятнее для наших телезрителей, можно привести такой бытовой пример? Вот если, допустим, в ванной открыть кран, то в водосливное отверстие будет уходить вода. А если открыть кран сильнее, то, соответственно, вода будет больше и больше и произойдет уже переполнение. Вот если все-таки нам говорить о масштабах Жигулевской ГЭС, этот вот пример ярко характеризует ситуацию? Ну да, я всегда говорю, что паводок – это вот школьная задачка там про три трубы в бассейн. Вот столько втекает, столько вытекает, и нужно рассчитать, за какое время и каких уровней достигнет там вода в бассейне. А учитывая, что этих бассейнов на Волге не один, а десять, да, по Волге и по Каме, то понятно, что это достаточно сложной задачей становится. Потому что выше расположенные водохранилища, там тоже живут люди, там тоже есть подтопление. Увеличение сброса Жигулевской ГЭС автоматом приводит к увеличению отметок в районе Самары. Чтобы обеспечить баланс, значит, там должна Саратовская гидроэлектростанция тоже в определенных режимах работать, которая тоже увеличивает сбросы. В свою очередь, там Нижний Бьев, Саратовская ГЭС, там город Балакова и прочие начинаются проблемы. Поэтому здесь такая сложная задача с многими компонентами, достаточно неизвестными, решается. Конечно, а потом согласитесь, весь наш берег Волги практически усыпно обустроен базами отдыха, на которых отдыхают летом люди, и они тоже должны находиться в порядке, ведь верно? Ну вот базы отдыха, да, опять мы говорим о том, что все хотят поближе к воде. Но тогда должно быть понимание, что есть паводковый режим, когда нам тоже, нам поступило колоссальное количество звонков на самом деле на Жигулевскую ГЭС по поводу вот тех режимов, там, с требованиями закрыть, мы несем убытки. Извините, господа, когда вы... Когда вы строили здесь в зоне планового затопления, еще раз повторюсь, что не было ничего из ряда вон выходящего в этом году, ситуация там не была никакой там ни катастрофической, никакой, да. Она была такая нормальная, многоводная, паводковая ситуация, которая, вот я говорю, 4-5 раз за время, за 60 лет повторялась, то есть она там раз в 10-15 лет. Кстати, хочу сказать, что последний вот такого приблизительно объема паводок был в 2005 году, вот 11 лет назад, да, и где-то были похожие отметки. А если говорить вот про тот паводок, который мы говорили 79-го года, уровень воды был на 2 метра выше, чем в этом году, да. То есть вы понимаете, что было бы, вот если бы те цифры были сегодня, да, где бы были эти многие турбазы и так далее. Поэтому нужно... Нужно сказать спасибо. Нужно понимать риски, да. И без наканцелярия. Когда мы вот решаем там задачи по пропуску паводка, то есть... А потом есть еще одна главная, первая и самая важная задача, которая называется безопасность гидротехнических сооружений. Вот она должна быть обеспечена 100%, потому что, ну, никакие затопленные там турбазы, дачи, они не идут ни в какое сравнение, да, с аварийно-гидротехнических сооружениями. Это уже будет, ну, катастрофа межрегионального масштаба. И предлагаю об этом не говорить. Олег Владимирович, я хотела спросить у вас, что еще интересного происходит на Жигулевской ГЭС? А чем живут энергетики? Ну, энергетики живут очень интересной жизнью на самом деле, да. Все-таки, ну, всегда энергетик, мы, каждый кулик хвалит свое болото, мы энергетики всегда с гордостью относимся к своей профессии. У нас очень высококвалифицированный персонал. Порядка 280 человек работают на станции, и большая половина из них имеет высшее образование. Все-таки сегодня уровень требований к инженерному составу, он на порядок выше, чем 60 лет тому назад, да. Но, как бы, ни одной работой жив человек. Все-таки есть и, скажем так, вещи, которые, там, каждому из нас близки и так далее. Но работа большая и важная составляющая части. И вторая важная часть работы составляющая, да, это вознаграждение, которое человек получает. Да, вот любопытно. Можете озвучить среднюю заработную плату? Ну, средняя заработная плата по нашему предприятию, она составляет более 60 тысяч рублей. Но я еще раз хочу сказать, что у нас фактически большую часть персонала составляет инженерно-технический персонал. Поэтому, как бы, и средний уровень заработной платы очень высокий. Вот я, кстати, знаю, что на вашем предприятии, как и мы сказали, что значимость, конечно, работы вашей налицо. Но вот сотрудник, коллектив, условия труда ведь тоже немаловажная составляющая. Но ведь, к примеру, на вашем предприятии и один из самых лучших коллективных договоров. Ну, это тоже наша гордость. Наш коллективный договор ежегодно занимает призовые первые места в отраслевом соревновании коллективных договоров энергетиков. Мы большое внимание уделяем социальной защите нашему персоналу. Для примера, Олег Владимирович, другим предприятиям. Какие пункты могли бы ими похвастаться? Мы можем похвастаться, что мы обеспечиваем дотации работникам на содержание детей в детских садах. Мы обеспечиваем дотации работникам на отдых и работников, и детей. Ну, у нас есть социальные выплаты, связанные с уходом вооруженной силы, со свадьбой работников, о печальном, скажем, в связи со смертью родственников. С событиями. Да. Поэтому есть большой перечень социальных льгот, в том числе в последнее время. Но это в целом как бы позиция компании. Это не позиция одного филиала «Жигулевская ГЭС», это позиция компании «Русгидро». Поддерживать вот этот вот объем социальных льгот. И новое в последнее время появилось. Мы стали поддерживать приемные семьи, то есть семьи, в которых приемные дети воспитываются. Поэтому считаем, что это, ну, как бы один из элементов той государственной социальной политики, да, которой компания «Русгидро», являясь как бы компанией с государственным участием, она тоже выдерживает в рамках общей политики государства. Так мало того, Олег Владимирович, я знаю, что вы реализуете очень много о благотворительных и социально значимых проектах. Вот расскажите об этом. Буквально на днях состоялось одно из подобных. Одно из подобных мероприятий состоялось на днях. Действительно, мы сотрудничаем с национальным парком «Самарская Лука». И в рамках многолетнего сотрудничества мы вот открывали такую площадку водную, да, выпускали лебедей для того, чтобы... Там очень интересная программа. Там есть возможность, скажем, на очень маленькой площадке увидеть такую всю самарскую луку в миниатюре. Там собраны звери разнообразные, там представлены растения ландшафтные, которые вот именно наши региональные. Поэтому такая общеобразовательная экологическая программа для детей и взрослых. Мы сотрудничаем не только с национальным парком, мы сотрудничаем и с заповедником имени Спрыгина, который находится в Самарской Луке. Мы большой объем спонсорской помощи ежегодно выделяем и на проведение спортивных мероприятий различного характера, в том числе экологический марафон «Самарская лука», который проходит в первое воскресенье октября, и на который очень много приезжает спортсменов, как региональных, так и из других регионов России. В том числе иногда бывают и зарубежные гости. Мы поддерживаем и детские творческие коллективы. В общем, мы пытаемся как бы разнообразно принимать участие в жизни и Жигулевска, и города Тольятти. Для Жигулевска мы вообще как бы брендовое предприятие. Все-таки рождение города Жигулевска связано с Жигулевской ГЭС. Олег Владимирович, ну, может быть, мой вопрос вам покажется неожиданным, однако же я вот буквально недавно увидел вашу фамилию в кандидат Самарской губернской думы. Идете на выборы? Ну, я, скажем так, принял предложение и включен в списки кандидатов по списку партии «Единая Россия». Хотя я не являюсь членом партии, но все-таки я счел для себя возможным и, ну, даже скажу прямо, за честь, поскольку приглашение поступило, войти как бы в команду губернатора. На самом деле достаточно, скажем так, сложная там политическая, экономическая ситуация сегодня, да, и хочется своими действиями и своими возможностями поддержать вот те процессы, которые сегодня происходят в Самарской области после прихода Николая Ивановича Меркушкина, да, мы все видим, как, ну, в общем-то, все развернулось в лучшую сторону. И вот эта возможность как бы на выборах стоять рядом и быть в команде губернатора, она для нас, конечно, очень важна. В связи с этим приглашаю всех принять участие в праймере с партией «Единая Россия», которые 22-го будут мая проходить. Есть возможность у каждого человека еще до начала выборной кампании прийти и выразить свое отношение к тем кандидатам, которые сегодня включены там в партийные списки, выбрать достойных, чтобы потом была возможность с этих людей спросить о результатах их деятельности. Олег Владимирович, наше время медленно, наверное, подошло к концу. Хочу поблагодарить вас за очень информационный эфир, за позитивный разговор. Ну и по традиции программы хочу предоставить вам заключительное слово. Что бы вы хотели пожелать жителям Самары, Самарской области? Пожалуйста. Ну, уважаемые самарцы, жители Самарской области, хочу пожелать вам, наверное, всех тех общечеловеческих добрых и хороших вещей, которые мы желаем друг другу, когда собираемся и с близкими людьми. То есть, в первую очередь, здоровья, счастья. Ну и хочу пожелать, чтобы каждый из нас сегодня на своем рабочем месте вот влился, все-таки, наверное, как-то, может быть, несколько высокопарно скажу, да, но чтобы каждый на своем рабочем месте сделал то, что он должен сделать для нашей страны. Не могу с вами не согласиться. На этой позитивной ноте заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Благодарю вас еще раз. Удачи, успехов, всего хорошего. До свидания. Вы смотрели программу «Город С» Олег Владимирович Леонов. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова